МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Управляющего к субсидиарной ответственности просят привлечь и взыскать средства с четырех топ-менеджеров компании. Напомню, арбитражный суд Новосибирской области уже признал несостоятельной компанию ВДТ «Строй». Петр Овчинников также был признан банкротом. И все это в 2020 году. Какую сумму намерены взыскать с россиян приставы? Кому задолжал региональный оператор по вывозу отходов? И как изменились цены на квартиры в сибирской столице? Подробности прямо сейчас. Долг платежом Красин. Россияне не вернули банкам 482 миллиарда рублей. Это на треть больше, чем годом ранее. И приставы намерены взыскать с должников эту сумму. В январе-майе ведомство возбудило больше 3,5 миллионов исполнительных производств. За год количество неплательщиков увеличилось на 1,1 миллиона человек. Больше всего злостных должников в Краснодарском и Красноярском краях, Башкоркастане, а также в Свердловской и Челябинской областях. Эксперты связывают рост задолженности и количество самих должников с пандемией, из-за которой россияне не могут в срок обслуживать свои кредитные обязательства. Перевозчик отходов выиграл иск к региональному оператору компании «Экология Новосибирск». Суд удовлетворил требования истца взыскать с предприятия больше 72 миллионов рублей. Документы поступили в суд в июне прошлого года. Требования едва превышали 70 миллионов. Эту сумму перевозчик запросил в качестве оплаты за свои услуги. В ходе судебного слушания сумма выросла. Напомню, ранее суд решил взыскать в пользу этого же перевозчика еще 90 миллионов рублей, но уже по другому иску. В рамках процесса «Экология Новосибирск» подавала встречный иск перевозчику на сумму 300 миллионов рублей. Однако суд оставил его без рассмотрения. Земельный участок в Кировском районе Новосибирска отдадут застройщику за помощь обманутым дольщикам. Это реализация так называемого масштабного инвестпроекта. Строители получают землю, а взамен решают проблему долгостроев. В рамках этого проекта застройщик должен возвести многоэтажки общей площадью не меньше 73 тысяч квадратных метров. Это станет продолжением квартала «Матрешкин двор». 2,5% от этой площади должны передать обманутым дольщикам. Кроме того, компания должна внести 28 миллионов рублей на завершение долгостроя на улице Есенина и еще около 2,5 миллионов на достройку дома по улице Голущака. Тем временем в Новосибирске подорожали квартиры. А все из-за роста цен на стройматериалы. Эксперты в области недвижимости отмечают, застройщики, которые привлекают кредитные средства по новой схеме эскроу-счетов, имеют обязательства перед банками и будут покрывать свои расходы за счет покупателей. Благо спрос на новостройки по-прежнему высокий. Хотя, что будет через несколько месяцев, неизвестно. Ведь программу льготной ипотеки переформатировали. Сейчас новостройки подорожали по сравнению с прошлым годом на 20-25%. За ними подтянулась и вторичная недвижимость плюс 15%. Акции дочерних компаний Новосибирского Холидея выставили на торги. Речь идет о полном пакете ООО «Компания Холидей», «Кора» и «Индукция». Общая стоимость лотов больше 2 миллиардов рублей. Кроме того, на торги выставили дули в других аффилированных компаниях. Это 25% ВУКа, Попова 86%, процент ВОО «Магия» и ряд других активов, где Холидей является учредителем. Напомню, 4 года назад Холидей из-за долгов выставил на продажу 151 магазин. 22 из них купила лента. Все магазины группы компании прекратили работу в 2020 году. Вопросы подготовки кадров, привлечения молодых специалистов на производство и взаимодействия предприятий с крупными ритейлерами обсудили региональные парламентарии на выездном совещании. Встреча прошла на одном из бердских предприятий, где на конкретном примере разобрали системные аспекты реализации инвестпроектов. «Наша задача – выходить на федеральный уровень, предлагая инструменты, чтобы возникающие системные вопросы решать на законодательном уровне и на уровне региона, входя с предложениями в те или иные программы Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства и Министерства экономического развития», заявила депутата Ирина Деденко. На этом у меня все новости. В студии работала Ксения Петренко. Всего доброго и до встречи. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. ОТС в сервисе Перст-ТВ.